Подумаешь, напился. У меня все мужья пили, земля и бухом. Сейчас проспится, придёт. Марина Голуб могла появляться на публике без макияжа, без прически, в домашней одежде. И всё равно мужчины не скрывали восторгов. При всём том, что, казалось бы, она такая странная и большая, да, это не имело никакого значения. Петенька, Петя, куда мы поедем? У Марины Голуб не было отбоя от поклонников. Она доказала всем, возраст не помеха для карьеры и любви. Скажите, что может быть лучшим массажем для женщины, чем любовным? Ничего. Но близкие актрисы хорошо знали, ей ничего не давалось просто. Марине за всё приходилось бороться. Ничего не было. Подарками с небес это всё она сама добилась. Мужчина она добивалась. Влиятельные и состоятельные ухажёры, толпы поклонников, романтические слухи, которым, казалось, не будет конца. Нравились высокие, красивые мужчины. А кому они не нравятся? Другое дело, что она могла на это претендовать, претендовала и имела. Но какой мужчина ждал Марину Голуб всю её жизнь? И кого актриса любила до последнего дня? Такая женщина, как Маринка, она, естественно, не могла не быть любвеобильной и не могла не быть несчастной в любви. Ой, хочешь как лучше, получается, как всегда. Яркая хохотушка. Женщины, которой всегда много. Такой Марину Голуб запомнили зрители. Подарили мне колечко, как колечко золотое. Ты ко мне приходи, будем мы жить с тобою. А такой её не увидят уже никогда. Это архивные кадры так и незаконченного фильма о прорицательнице Ванги. Марина Голуб мечтала сыграть в нём главную роль, серьёзную, драматическую. Кто там без очереди пошёл? Не знаю, я спросила этого не делать. Близкие отговаривали Марину. Роль Ванги считается проклятой. Провидица сама запретила изображать её в кино и театре. Но Марина так хотела вырваться из легкомысленного амплуа комедийной толстушки. Эта женщина называет себя ученицей Ванги и уверяет, что часто видит её во снах. Так было и в роковом 2012-м. Марина Голуб такая была, которая актриса у нас, да? Она снималась в фильме, она выдавала себя, играла Вангу, Вангу, мошенницу. И Ванга мне говорит, ну, она скоро умрёт. И, как ты думаешь, страшной смертью умрёт. 9 октября 2012 года. Кадры, от которых до сих пор не по себе. Выжить в том ДТП у Голуб не было шансов. И вот за несколько дней, мне рассказывали, до гибели, у неё, она пришла в театр, и, опять же, со смехом, с улыбочкой, она рассказывала о том, что дома у неё упало зеркало. Да уж, у кого из нас не разбито сердце. Она вообще пренебрегала любыми приметами и знаками судьбы. И всё делала наотмашь. Любила, творила, страдала, да просто жила. С головой бросалась в работу и омут новых отношений. Даже если догадывалась, что они не принесут ей счастья. Три официальных брака, многочисленные романы, самые завидные женихи страны. У Марины их было с избытком. За четыре месяца до собственной смерти Марина Голуб похоронила своего близкого друга. Мужчину, в которого была явно влюблена. Бизнесмена Михаила Кравченко расстреляли в машине во дворе собственного дома. У меня было такое ощущение, что она уже в это время, она уже как-то туда заглядывала, по ту сторону. Многие считают, что она за ним и ушла, так скажем. Может быть. Может быть. Никто не знает. Актриса занялась расследованием убийства Кравченко. Хотя друзья предупреждали. Одумайся, остерегись. Но Марина считала, это ее обязанность во имя утраченной красивой любви. В Москве нулевых о Михаиле Кравченко ходили легенды. Высокий, статный, меценат, филантроп, да еще и сказочно богат. Его состояние потом оценивало, сколько я понимаю, 200 миллионов долларов. Он очень многим людям помогал. Он помогал храмам, он помогал детям. Это вообще просто невероятный парень был, совершенно невероятный. Красавец бешеный, кстати. И, конечно, она его не могла не заметить. Так они часто коротали вечера. В шумных спорах, бойких разговорах, с карандашом в руках терзая бессмертную комедию «Горе от ума». На мебельной фабрике у бизнесмена Кравченко был самодеятельный театр. С полноценным залом, труппой штатных сотрудников, осветителями и техниками. Пришла идея поставить спектакль. Ну, к кому? Как к ней, к этой невероятной, талантливой, творческой актрисе было обращаться. Тем более, что у Марина тогда были как раз схожие желания. Постановка Грибоедова обещала стать заметным событием, украшением традиционного дня мебельщика. По многим таким слухам, у них был некий роман. Но у Кравченко была такая многолетняя драма, личная, семейная, лет 10 или 15 назад, в 90-х еще, по-моему, в конце погибла его жена и ребенок. И с тех пор официально он никогда не был женат. Они с Мариной все больше времени проводили вместе и уже не только на репетициях спектакля для дня мебельщика. Это же как специально. Это Миша Кравченко на моей выставке в Питере. А это Марина со спины стоит. Ни у кого такой фотографии нету. Театральный художник Павел Коплевич был однокурсником Марины и верным многолетним другом. Роман актрисы и бизнесмена, бурный, эмоциональный, развивался на его глазах. Вы знаете, я так скажу, за все она боролась. И за личную жизнь, и за творческую. Она ничего не была. Подарками с небес так вот, чтобы привалило, это все она сама добилась. Мужчина она добивалась. Когда они стали появляться вместе, эту эффектную пару обсуждала без преувеличения вся светская Москва. Уж слишком разными они казались. Она могла энергетически как-то вот захватить человека в свое вот это энергетическое поле. Понимаете, наверное, у мужчины, даже если у него были какие-то представления о женщине какие-то другие, об идеале, то постепенно как-то вот крутясь в энергетическом поле, у него менялся взгляд, наверное, так сказать. Ну, она могла заворожить. Злопыхатели были жестоки. Что такой красавец мог найти в этой уже немолодой полной актрисе? Еще говорили, ей не хватает женственности и лоска. И как-то голубь ответила им сама. Это одно из последних интервью актрисы. Очень откровенное. Я не чувствую себя дамой. Я актриса. А актриса – это такое состояние души, оно почти как у ребенка. А актриса – это до конца жизни ребенок. Потому что я как бы открыта к миру, к восприятию для того, чтобы потом через себя выразить этому же миру. Или сыграть образ. Но в тот момент Марина не играла, а просто цвела. Что видели все коллеги и друзья в ее окружении. Когда мы влюбляемся, мы забываем о тех годах, которые на нас давят сверху. И о цифрах паспорта мы забываем напрочь. Мы становимся снова юными девами, коими мы всю жизнь себя должны считать. Но почему актрису просили не связываться с меценатом? Чем закончилось ее расследование гибели Михаила Кравченко? Любимица публики и женщина вне стандартов Марина Голубь уже навсегда останется такой. Искристой, кокетливой, желанной. Было видно, как она любит жизни, одеться, быть красивой, быть подтянутой всегда в потрясающей форме, при всем том, что, казалось бы, она такая странная и большая. Это не имело никакого значения. Количество мужей и поклонников актрисы могли позавидовать все красавицы российского кино. У нее настолько была харизма, обаяние, доброта. У нее мужики толпами валялись у ее ног. Пойдем домой. Пойдем. Она любила мужчин, но как актриса не может любить мужчин? Три официальных мужа Голубь и ее любовники совершенно не похожи друг на друга. Будто специально она выбирала полные противоположности. То мужчины творческие, то абсолютно прагматичные, иррациональные. Марина искала идеального спутника. Ей, конечно, хотелось простого женского счастья. Я так думаю, как и все. Но это проблема всех актрис. Всех, до единой. Редко у кого есть хорошая семья, редко кто в этом смысле счастлив. Марина всю жизнь искала личное счастье. Практически все ее отношения заканчивались разрывом, разочарованием и депрессией. Хотя она и скрывала сердечную боль под маской хохотушки. Господи, тошно как... Первое заметное появление на экране актера Дмитрия Золотухина историческая драма «Юность Петра». Полагаем счастье нашей страны в успехах морской торговли. Снимал ее великий советский режиссер Сергей Герасимов. Сокурсницу Золотухина Марину Голуб он утвердил лишний эпизод. Ее тут и не узнать. Ни лишних килограммов, ни широты актерской фактуры, но за кадром. Она уже давит харизму и добивается своего. Дмитрий Золотухин словно не замечал других девушек. Его обожали и боготворили миллионы женщин. Но Марина мечтала быть с ним. И очень много своего студенческого времени она направляла именно на эту страсть. У них было много общего. Казалось, что это идеальный союз. Бывало посреди ночи, прямо в постели, Марина помогала Дмитрию учить объемный текст будущей роли Петра. Подкидывала реплики. Предлагала мизансцены, что-то советовала. Золотухина поражала. Как у нее на все хватает увлеченности и сил. Я думаю, что мужчин завораживание, буйство, темпераментом, деятельностью какой-то, это потом уже они так, я думаю, чтобы они понимали, что они не тянут вот такой везувий. Но это, это вихрь, эта смерч, она по-другому не могла существовать. Был только один момент, когда этот вихрь неожиданно утих. Сокурсники даже начали беспокоиться, вдруг заболела. Голубь никогда не признавалась в этом публично, но ближний круг знал. Актрисе пришлось сделать аборт. Это было их общее решение с Димой. Марина не жалела. Она могла быть долгое время в каком-то тяжелом чувстве, так скажем, но она с ним боролась. Она уходила от всех своих невзгод. Она их переступала, она шла дальше. Но восстановить прежние отношения пара уже не смогла. Марина сама ушла от Дмитрия. Золотухин так и не женился. Поговаривали, будто он ждал, когда его первая любовь устанет менять мужей и наконец-то к нему вернется. Я считаю, у Марины с Митей могло быть, но мы такие, как в «Солнечном ударе» у Бунина написано, мы не замечаем счастье, когда он рядом. И вот это пролетает. После окончания школы-студии МХАТ Марина Голуб оказалась неудел. Вопреки общему мнению педагогов и сокурсников о ее таланте. Есть актеры, которым, к сожалению, не все сразу идет в руки. Наоборот, если что-то и делается ими, то всегда вопреки или не смотря. У нее так же не все складывалось удачно и замечательно, знаете, так безрадужно, безоблачно, как это может показаться. Из всех столичных театров ее приняли лишь в труппу к Аркадию Райкину на проходные, комические, острохарактерные роли, что особенно уязвило родных Марины. У нас была, не могу сказать, что там безумно обеспеченная семья, но мы бы жили достаточно достаток. У меня папа был дипломат, мама была актрисой. Конечно, они мечтали для дочери о более статусной сцене, чем Райкинский театр-миниатюр. Вот про Марины всегда считают, что у нее все хорошо, но чего ей надо еще. И, конечно, когда заканчивают учение, учебу, такая актриса, из такой себе думает, ну, у нее в порядке все, ну, зачем мне брать на работу? У нее так все хорошо. Поэтому она, мой помойкалась довольно прилично. Обстановка дома накалялась, и Марина не придумала ничего лучше, чем неожиданно до всех выйти замуж. Ее избранником стал почти случайный человек-бизнесмен. Молодой человек, а у меня к вам есть неожиданное предложение. Я говорю, Маш, как ты с ним познакомилась? Да я в машину к нему села, он меня подвозил. Я говорю, что ну, и в скорости замуж вышел почти сразу. Женя оказался на 4 года ее старше при деньгах. Но главное, он был так похож на ее любимого актера Амара Шарифа. Молодые люди обменялись телефонами, и о своей симпатии Марина заявила в тот же день, ничего не стесняясь. Я с Евгением познакомился уже вот после смерти Марины, практически на похоронах. И он показал себя с очень хорошей стороны во всей этой истории. Помогал, участвовал, помогает Насте очень. То есть, он оказался очень человеком широким, так скажем. Настя – это их общая дочь. Забеременела Марина через день после ЗАГСа. Широту мужа она оценила тоже сразу. Тройнин забрал ее от родителей, снял отдельную квартиру, но прожить в ней супруги успели всего полгода. Ты меня обидел. Ты меня очень обидел. Я тебе этого не прощу. Понял? Не прощу! Она хотела, чтобы он был поглощен ее проблемами театральными, а ему это было совершенно... Она его интересовала как женщина и все. А ей нужно было все, чтобы она интересовала его как актриса, как деятель искусства, как все на свете. Поспешный брак и еще более стремительный развод. Марину тогда никто не понял и не поддержал. А ей действительно не хватало элементарного внимания. Бизнесмена тройнина куда больше занимали деловые встречи и переговоры. Она была очень трепетным при этом человеком. Она была очень искренним человеком, а искренний человек, он открыт. И ему очень быстро делают больно. Но болела у Марины недолго. Со свойственным ей оптимизмом она бросилась в объятия нового мужчины. Со своим следующим избранником Марина познакомилась давно, еще до свадьбы с Евгением Тройниным. И вот, наконец, кажется, его разглядела. 1984 год. С коллективом театра «Миниатюр» Марина Голубь приехала на гастроли в Волгоград и после спектакля оказалась в компании знакомых журналистов и актеров-любителей. Мы где-то сошлись, там, какой-то, пошли в ресторан, там, сидели, и вот, и Маринка вдруг завелась, говорит, давай, давай, давай поступать. В ней какая-то была неуемная страсть и любовь к сцене, к театру, к искусству, к творчеству. У нее, помимо таланта актрисы, был талант человеческий, умение любить, умение уважать других, умение отвечать теплом на любой, даже любую попытку, на улыбку, Марина помогла Долгачеву с переездом, нашла ему какое-то жилье в столице, даже готовила к вступительным испытаниям, и он стал мхатовским студентом. Возможно, он надеялся, что дружеские отношения перерастут во что-то большее, но Голубь вот-вот собиралась замуж за Евгения Тройнина, а вскоре и забеременела. Собственно говоря, там, как и там, не может, не могло быть никаких каких-то... Вот, мы созванивались периодически, я ей звонил, и она узнавала, как, чего там. Вот, потом я узнаю, что она развелась. Ну, и опять продолжали общаться по телефону, но потом вот в какой-то момент сошлось, сошлись. Он сейчас рассказывает об этой любви довольно прозаично, а тогда, признается Вадим, каждый новый день в столице он засыпал и просыпался с мыслями о Марине. Фактически, он стал отцом для дочери актрисы и бизнесмена Тройнина, и долгое время маленькая Настя именно Вадима называла папой. Вадик такой молодой, красивый был, Маришка, да, они очень красивые пары были. Я помню, я так смотрела, думаю, как здорово, я так рада за него была. Шниперсон, 47-й концерт для фортепиано с оркестром, опус 3865-й, дирижирует автор. А в семье Долгачёвой и Голуб дирижировала Марина. Всё-таки у неё была работа в театре, пусть проходные, но съёмки в кино в конце концов больше опыта и больше знакомств. Поэтому Голуб взяла карьеру мужа в свои руки. Она, конечно, помогала. Его первые шаги это, конечно, благодаря Марине. В свободное от кастингов и проб время Вадим полностью сосредоточился на домашних делах. На нём были уборка, готовка, прочая хозяйственная суета, пока успешная жена зарабатывала деньги. Марина достаточно, так сказать, ну, как мне кажется, правильно пыталась сфорировать то, что ей хочется из меня. Вот. Но у меня были свои виды на это дело. Естественно, разность и конфликт интересов, он всегда возникает. В семейной жизни это неизбежно. Марине казалось, что её супруг недостаточно инициативен, а Вадим считал, что она слишком напирает на него. Ещё ситуацию усугублял алкоголь. Сегодня Долгачёв это отрицает, но в окружении пары всегда шептались про эту его пагубную страсть и неизбывный душок перегара. Это был ещё тот период, когда Марина решилась работой у Райкина, младшего. Вот. И... было очень тяжело. То есть это было физически просто для неё тяжело. Разногласия с художественным руководителем театра-миниатюр Константином Райкиным закончились скандалом. Голубь покинула труппу с высоко поднятой головой, но совершенно опустошённая. За неё по-прежнему не билась театральная Москва. Единственным местом, куда актрису пригласили, был еврейский коллектив «Шалом». Конечно, говорят, можно сразу, да, в один день стать знаменитым, но мне кажется, вот то, что у Мариши было, у Манечки, постепенное восхождение, это гораздо надёжнее и лучше и для актрисы, и для зрителя. И снова приходилось всё начинать с нуля, доказывать право на профессию, завоёвывать место на новой сцене. И очень скоро стало ясно, Голубь не просто сменила работу, она полностью поменяла свою жизнь. От мужчины, который фактически превратился в домработницу, она ушла к новому, пылкому кавалеру. А мы ждём ещё одного гостя. Ей было всего 54 года. Самый расцвет карьеры. Очередной шумный роман. На похоронах Марина Голубь, все как один повторяли, другой такой не будет. Мариночка, очень по тебе скучаю. Импресарио Виктория Лазич старинная подруга Марины. Сюда она обязательно приходит дважды в год. В день рождения и в день смерти актрисы. Я бываю у Марины Григорьевны в те моменты, когда мне просто не с кем поговорить. Она приезжала ко мне и тоже доверяла мне. Всё самое сокровенное. В том числе рассказывала подруге о тревожном предсказании, что получила ещё в юности. Тогда к начинающей артистке прямо на улице подошла цыганка. Она говорила, вот мне цыганка нагадала. Сказала, у тебя будет дочь, и ты остерегайся автомобилей. Это для тебя может плохо закончиться. Но все эти знаки Голубу будто не замечала. Ну или только делала вид. Её бесконечно занимала и увлекала личная жизнь. От крепко стоящих на ногах мужчин-бизнесменов она бросалась к ветреным и слабохарактерным актёрам. Обрывала эти отношения и вновь продолжала искать идеального избранника. Свою настоящую любовь она встретила только после 30. Во всяком случае так она сама говорила. Москва, 90-е. Гримёрка Марины Голуб в еврейском театре Шалом. На её столике рядом с париками, пудрой, актерским гримом всегда возвышалась аккуратная стопка домашних пирожков, а ещё кастрюлька с котлетами. Всё это она своими руками бережно стряпала накануне спектакля для своего нового избранника. Ну тогда теперь у тебя буду я. Я сначала посмотрела как-то, ну не понимала всё-таки разницы в возрасте, а потом настолько это было как-то душевно, такая любовь была и всё это я на него подкармливала. Ну как артисты все, господи, молодые, все нищие, никому не нужные. Но это как-то вот зародилось и понеслось. Коллега по театру Шалом, актёр Анатолий Белый был младше её на 14 лет. Но к чему эти цифры? Если чувство и страсть важнее любых отметок в паспорте. Была передача о ней тоже. И Белый сказал, что ну как вот вы влюбились? Марина говорит, ну как вот, ну это шоколадка, Алёнка. Ну это же Марина, думаю, вот в глазах любящего человека какие образы интересные возникают. По факту Голубь тогда ещё не была свободна. Её второй муж Вадим Долгачёв покорно ждал супругу с каждого спектакля, с каждой репетиции. Но развод пары был делом времени и совсем непродолжительного. У меня не сложилась та карьера, которая, вероятно, хотела бы, чтобы сложилась Марина, чтобы, ну Марина хотела, чтобы у меня сложилось что-то. Я что-то делал по-своему. Потом возник уже у Марины другой человек и тут уже уже началась другая просто жизнь. Другими словами, Марина просто переключилась с когда-то молодого и перспективного актёра Долгачёва на другого, только подающего надежды. Недавно, стало быть, с чего взяла она. Она, что я знаю, что про Вадика, что про Толю Белого, и они это не скрывают, как она им помогала и в карьере, и вообще в жизненном росте, и в духовном. Её деньги, связи и какое-то неудовлетворённое до конца материнское чувство переносилось на этих мужчин. Она была с ними не только любовницей, женой, спонсором, но и мамочкой. И это была настоящая еврейская мама. И первым делом она выбрала своему новому мужу псевдоним Белый по паспорту фамилии Андрея Вайсман. Они как-то тогда сразу ушли из театра Шало. Марина пошла дальше сделать карьеру и забрала только с собой. В начале нулевых осуществилась её давняя мечта. Марина Голубь стала актрисой Московского художественного театра. Я королева, пью за твой успех. Только в 45 лет она получила ведущие роли большие работы в кино и на телевидении прибыльные антрепризы. Голубь наконец-то смогла раскрыть весь свой потенциал и помочь с продвижением супругу. Я был одним из рычагов, которые Марина задействовала, чтобы помочь Анатолию. Я рад, что он так блестяще сейчас живёт и стал звездой. Брак звёздной пары продолжался более 11 лет. Марина уверяла, это её любовь на всю жизнь. Но в последнее время Белый всё позже начал возвращаться домой. Ссылался на долгие съёмки, на бесконечные репетиции. Марина старалась верить, удерживала себя от скандалов. Однако мысли об измене теребили душу, не давали спокойно спать. И, как оказалось, супруг нашёл себе другую пассию. Гораздо моложе, чем и по глазам было видно, что она понимает, как карты разбрасывают и её в колоду не берут. Видела она это? Видела. Но она понимала, что, значит, сейчас не её время вот в этой колоде находиться. поэтому она так достойно это приняла, достойно, без упрёков, без каких-то там... Господи. В 2006-м Анатолий Белый ушёл из семьи к дизайнеру Инессе Москвичёвой. Невольным свидетелем этой драмы стал актёр Владимир Горянский. Вместе с Голуб они снимались в тот период в российско-украинском сериале «Ангел-хранитель». Даже вот такая симпатичная добрая женщина, как вы. И та настроена против мужчин. Да ни против кого я не настроена. Это очень-очень её подкосило, я бы сказал. Потому что я немножко не узнал ту Марину, которая была. Она была как-то растеряна. Даже в каком-то смысле одинока. Как-то после очередной сериальной смены Марина и Владимир Горянский сидели в кафе, когда к ним за столик подсела гадалка. Образ был почти карикатурный. Ворох платков, какие-то массивные кольца, браслеты. Она предложила погадать на кофейной гуще. Но всё это голубь не смутило. Она тут же начала сыпать вопросами, интересоваться прошлым, будущим. И, как вспоминает Владимир, бегала потом к гадалке чуть ли не каждый день. Естественно, понятно, какие проблемы её волновали. И всё. Поэтому, наверное, она искала любую зацепку, которую бы, как бы, ей чуть-чуть дали бы эту соломинку немножко ожить, чтобы появилась уверенность в себе. Потому что расставание, наверное, с любимым человеком, которого она любила, это непросто. Снова в жизни Марины появилась гадалка уже в третий раз и снова предостерегала её от грядущей беды. Но голубь казалось, что её жизнь только началась. Бесконечные съёмки, спектакли, поклонники. Зачем же думать о смерти? Это последняя киноработа Марины Голубь. В комедии Ярослава Чеважевского мама дорогая. Алло! Нет, это не мама, Славик. Это тётя Люся. А мама не хочет с тобой говорить. Да. Она тут в излюбленном своём амплуа. Разбитной и весёлой подруге главной героини. С годами такие роли стали даваться ей куда труднее. На бойки неунывающий характер, конечно, повлиял развод с третьим супругом Анатолием Белым. Мне кажется, она там была родить всё-таки второго ребёнка. Да, если ты хочешь. Ну, понятно, что сейчас мужчин не удержишь детьми, но всё равно. Ведь потом, как он дальше? Раз, сразу женился, сразу двое детей появилось. Значит, он этого хотел. Во втором браке у Белого с дизайнером Инессой Месквичёвой действительно сразу появились двое детей, а Голубь осталась одна, как уже не раз бывало у неё в жизни. Я никогда никого не рассчитываю. Как бы ни складывалась моя личная жизнь, кто бы ни приходил в мою жизнь, я рассчитываю на себя. Ну, так меня воспитали. Это не страшно. Несколько лет после развода актриса не давала даже поводов для слухов. Жёлтые таблоиды удивлялись. Она будто записалась в монашки. Марина много работала. Часто появлялась на публике с подвзрослевшей дочерью Настей, окончательно стала самостоятельной и независимой. Конечно, я завидую, наверное, глубоко душевным женщинам, которым всё дают их мужья, мужчины, им всё приходит вот так. Мне кажется, что этого сейчас мало. Всем приходится всё делать с мамой. Но неожиданно именно такой человек, внимательный, предупредительный, очень деловой, появился в её окружении. Им стал московский бизнесмен Михаил Кравченко. Мы все были рады, что так всё и для него, и для неё, что это всё происходит. Какой-то такой флёр начала века 20-го. Такой романтизм такой. Даже, может, и 19-го. Казалось, она нашла своё позднее счастье. Выстраданное, заслуженное. Они много путешествовали, постоянно мелькали в светской хронике, мечтали о собственном полноценном театре и, кажется, даже не догадывались, какая трагическая развязка поджидает их блестящую пару. Человек, который в 90-х построил и поднял свой бизнес, и ни одного дня не платил никакой крыши, и ни одного дня не ездил ни с какой охраной. Если какие-то трудности и сложности были, эти трудности и сложности ни в коем случае не предвещали гибели или смерти, и он сам этого не чувствовал. Всё случилось, как в дешёвом криминальном боевике. Ночью, 19 мая 2012 Михаил Кравченко в одиночестве возвращался к себе в подмосковный коттедж. Это была засада. Киллеры расстреляли машину бизнесмена, а потом сделали контрольный в голову. Как вспоминали близкие, Марина запрещала даже упоминать в своём присутствии об этих чудовищных подробностях. В какой-то период, конечно, она была потеряна и для себя, и для нас, для друзей. Она просто ушла из общения, она уехала в Черногорию, по-моему, в эту свою квартиру, и там провела много времени, чтобы собраться с мыслями и прийти в себя. Из Черногории в Москву она вернулась полной решимости ввести собственное альтернативное расследование. Подозрительно долго шли проверки, частично пропали улики с места преступления. Марина предполагала, что дело кто-то тормозит. Возможно, у заказчиков убийства имелись связи в правоохранительных органах. Она наняла частного сыщика, может быть, даже не одного, но какую-то частную компанию, вот, и проводила сама, независимое, своё расследование. Она хотела найти убийц. Это была её самая главная вот такая задача. Друзья советовали, поостерегись, не надо, будет беда. Но голубь ничего не хотел услышать, в ней будто что-то надлонилось. И естественный для любого человека страх смерти пропал. Кравченко действительно, как мне говорили, имел виды на какие-то огромные помещения в Москве, которым интересовалась мафия. Была ли Марина в результате убийства Кравченко человеком, который разгадал тайну и подошла очень близко к этой разгадке? Мне не знаю. Но слух такой есть. Так случилось, что журналист Александр Малюгин сделал последнее прижизненное интервью с актрисой. Конечно, очень хотелось задать несколько вопросов про убийство Михаила, расспросить про следствие, про версии, но решимости не хватило. 9 октября, когда она, собственно говоря, погибла, мы с ней встретились в 5 часов и пошли в зрительный зал. Меня поразила как бы вот эта вот ее энергия и, так сказать, ее вот это видение будущего, когда постоянно что-то она говорила там завтра у меня одно, завтра у меня другое и прочее. При этом Малюгин, как и многие его коллеги, знал, расследование давало ей силы. Тем более ходили слухи, что Марина действительно что-то раскопала. И был разговор буквально за день до гибели Марины Голуб, она позвонила матери Михаила и сказала, что у меня есть информация, я хотела бы вам рассказать, но не по телефону. Доехать на эту встречу актриса не смогла. С течением обстоятельств я стал участником и вероятным виновником автокатастрофы унесшей жизни известной всеми любимой актрисой Марины Голуб. Это покаяние москвича Алексея Русакова. Именно его Кадиллак протаранил машину, в которой ехала актриса. Удар был такой силы, что обезображенное тело Марины врачи скорой помощи даже не могли достать из автомобиля. Пришлось вызывать МЧС. Непонятно, кто пишет, там уж книгу судят нам всем, но это не для Марины было, понимаете, совсем не для Марины. Невероятный, какой-то судьбоносный мистикой был наполнен даже последний ее день. Тем вечером она возвращалась со спектакля с очень говорящим названием «Смертельный двигатель». Смотрите, какое название, как вот, к сожалению, к несчастью, как оно совпадает с этой трагедией, что случилось. Впрочем, в окружении актрисы было много и тех, кто считал страшную аварию убийством. Уж слишком тесно связаны между собой расследование Голубь, ее звонок маме Михаила Кравченко и внезапная развязка. Я уверена, что в принципе это возможно подстроить, в принципе. Но для этого на этом перекрестке кроме Марины Голубь не должно было быть ни одного случайного человека, включая погибшего ее водителя. Убийц бизнесмена Кравченко со временем и правда нашли и осудили. А смерть Марины Голубь так и осталась клубком фатальных знаков, противоречивых слухов, яркой, все поглощающей вспышкой, какой была и вся ее жизнь. Другой шаг был не быть не могла. И хотелось и играть больше, и любить больше, но и всего больше. Она была в этом смысле неуем. Актриса большого таланта и еще больших страстей. Она много любила и много страдала. Марина Голубь словно все время искала идеал, стремительно завязывая одни отношения и разрывая другие. Главную любовь в своей жизни она встретила непростительно поздно. И судьба на этот раз оказалась к ней жестока. Так и насладиться этим чувством и его прожить. Она ушла красивая, молодая, на взлете карьеры своей, дочь рядом, отец был еще жив. Вот если будет надо умирать, вот так надо умирать, понимаете, в одну секунду и навсегда. Конечно, жалко, нас всех жалко, но она не оглядывалась. Она неслась вперед. Она неслась. Все, давай, целую. Редактор субтитров Продолжение следует...